Итак, уважаемые дамы и господа, спасибо, что вы здесь собрались. Так, для начала… Святослава, мы потеряли одного из спикеров, который был на самом деле с нами. Хорошо. Мы сегодня проводим мероприятие, которое происходит под эгидой Московской межбанковской валютной биржи. Оно посвящено проектам, которые запустила Московская межбанковская валютная биржа. Это, соответственно, площадки ИРК-1, ИРК-2. И мы хотим, с одной стороны, поговорить об этом, а с другой стороны, поговорить вообще о том, какая существует инфраструктура на данный момент на фондовом рынке для компаний из IT, интернета, телеком-сектора. Позвольте я вам для начала представлю собравшихся здесь спикеров, которыми мы сегодня как раз на эту тему будем рассказывать. Во-первых, вице-президент группы ММВБ Геннадий Маргалит. Значит, Зайцев Дмитрий. Проект IQ1. Дальше управляющий партнер. Я, так сказать, по линии пройдусь. Не в алфавитном порядке, как в таких случаях принято говорить. Бондаренко Игорь – это управляющий партнер группы «Универ». Далее сидит Дмитрий Чурсин. Дмитрий Чурсин отвечает за investor relations в компании «Армада». Дальше у нас идет Святослав. Спасибо, я помню. Святослав Седов. Я думаю, лучше надеть, наверное. Спринт. И он нам расскажет про IPboard. Это один из проектов, который создан как раз в рамках ММВБ для компании. И у нас есть в том числе и приглашенный гость, господин Александр Дрессен. Он у нас представляет проект Zingle и представляет западных стартаперов, западный стартаперский опыт инвестиционный, по которому он отдельно расскажет. Ну, соответственно, я ваш покорный слуга. Игорь Ланской, коммуникационная группа Креаторик. Я думаю, что мы для начала предоставим слово Геннадию Маргариту. У него очень хорошая есть такая небольшая презентация, которая позволит нам немножко погрузиться и настроиться на такой серьезный лад. Все-таки у нас все это не про хихоньки-хахоньки, я про достаточно серьезные вопросы, связанные с привлечением инвестиций. Можно попросить вас вывести тогда первую презентацию, которая у нас была? Папочки Маргарит у вас должна быть такая. Я пока представлюсь. Добрый день. Меня уже представили Геннадий Маргарит. Я вот действительно представляю ММВБ, группу компаний… Ну вот сейчас, по-моему, упор смотрю прямо. Вы на меня смотрим, я на вас смотрю. Что там происходит? Все хорошо? Ну, ММВБ – организация консервативная, поэтому я по привычке со скучной презентацией. Единственное, я постараюсь ее сократить, откажусь от большинства слайдов. Ну и Игорь, наверное, будет меня как-то там всячески толкать в локоть, чтобы я не занувствовал особенно. Можно перебивать, по ходу вопросы задавать, чтобы не было совсем скучно. Ну как там получилось презентация? Давайте только единственное, когда вы хотите перебить бесцеремонно, просто поднимайте руку сначала, чтобы Геннадий тоже мог завершить какую-то мысль, фразу. Ну или кинуть чем-нибудь. Далеко. О чем я, собственно говоря, хотел поговорить. ММВБ в основном воспринимается как площадка для крупных компаний. И вообще Россия, она больше с нефтью, газом и так далее, с природными ресурсами ассоциируется. И вообще с этим трудно что-то делать. Хотя не все знают, что у нас торгуются и компании высокотехнологичные. Вот компания РБК, наверное, знаете, в свое время осуществила фактически первое IPO на российском рынке. И вот некоторые люди, которые здесь сидят по эту сторону баррикад, они в этом участие принимали. Это не только я, но и Игорь Бондаренко, даже Игорь Ланской тоже. Но есть еще и система относительно. У них тоже есть всякие активы. То есть мы начинаем не на пустом месте. Но наша задача это все-таки попытаться сделать так, чтобы компании высокотехнологичного сектора выходили на наш рынок. И для этого мы создали специальный сектор. Это часть нашей общей инфраструктуры, которая обращена лицом, я надеюсь, именно к такого рода компаниям. Вот можно следующий слайд. Не знаю, меня кто-то слышит. Вот, отлично. Вот такая картиночка. Ну что такое биржа? Это два потока входящих. С одной стороны спрос – это инвесторы, с другой стороны предложения. Вот они как-то там внутри себя встречаются. И вот эта встреча, она как раз обеспечивается организацией под названием биржа. Биржа плюс всякие там сопутствующие организации, которые обеспечивают… А, вот, теперь сам смогу, если справлюсь. В данном случае вот к этой бирже вот такая некая примочка появляется под названием рынок инноваций инвестиций. Это действительно некий сектор. Используется вся та же самая инфраструктура, что и для всех остальных компаний. Поэтому компании, которые торгуются в этом секторе, они опираются на те же технологии, те же режимы торгов, что и «Газпром» и все остальные крупные компании. То есть это больше феномен по листингу. То есть мы выделили, поставили такую вот закорючку в системе торгов и сказали, что вот компании, которые выходят в этот сектор, они принадлежат высокотехнологичному рынку нашей экономике. Зачем это надо? Это нужно для самих же компаний для позиционирования. То есть им проще найти своего инвестора. Потому что инвесторы, которые инвестируют в такого рода компании, они все-таки специфичны. Им легче найти вот эти самые компании. Плюс появляются некие дополнительные требования, которые, да, с одной стороны, вроде бы некая дополнительная нагрузка, но эта нагрузка, она помогает компаниям найти своего инвестора. Что это за требования? Это, прежде всего, дополнительные требования по раскрытию информации. Компания должна предоставить так называемый информационный меморандум, рассказать все о себе. Любая компания, которая хочет привлечь инвестора, она все равно должна это делать. Но в определенных стандартах. Она должна соответствовать определенным критериям. Быть не меньше, там, уставный капитал 50 миллионов рублей, что, в общем, не так уж и много для публичной компании, как вы понимаете. Компания должна соответствовать вот этому требованию инновационности, если можно так выразиться. И у нас есть некий списочек по отраслям, где перечислено все, что можно. Плюс мы говорим, что компания, которая относится к традиционному сектору экономики, но использует инновационную технологию, и даже если использует инновационную модель бизнеса, тоже может в этот наш сектор попасть. Понимается, все так достаточно, с одной стороны, зыбко, с другой стороны, мы сами не хотим, чтобы в этот сектор попадали компании, которые никак не ассоциируются с инноватикой. То есть это нужно для нас и для этих компаний, которые там, так можно выразиться, тусуются. Вот это, кстати, очень важный момент. Я так немножко в сторону. Государство, которое, по идее, должно помогать развитию инноватики, оно действительно многое делает, и мы пытаемся как-то на это воздействовать. В том числе, и, наверное, знаете, сейчас в налоговом кодексе появились налоговые льготы для инвесторов, которые инвестируют. Если речь идет о торгуемых публичных компаниях, если инвестор заинвестировал в инновационную компанию, присидел там пять лет, то он освобождается от налога. Capital gain. При этом государство приняло такую вещь в законодательстве, а дальше стало думать, что такое инновационная компания. Минэкономразвитие поручили, они там долго думали, но в общем ничего не придумали. Тогда мы им сказали, что все очень просто. Если компания выходит в наш сектор, вот она инновационная. Нам вначале сказали, что это полная ерунда, но это не по-государственному. Но дальше они поняли, что придумать критерий инновационности невозможно, потому что он качественный. В результате и Минэкономразвитие, и все остальные ведомства, которые вначале там брыкались и плевались, решили, что плохо, но по-другому вроде как ничего другого мы придумать не можем. Поэтому, видимо, эта вещь будет прописана, как это не смешно, в нашем российском законодательстве. Компании, которые там не напрямую к нашему сектору, которые отвечают на вот эти требования, они могут претендовать на льготы. Но я могу сказать, что вот этот критерий инновационности, это не только какой-то субъективизм менеджмента ММВБ. Вечно нас за это ругают. У нас еще есть специальный орган комитет-экспертный совет РИИ, который в каких-то спорных случаях он может принять решение и сказать, да, эта компания инновационная. Пусть она там будет среди вот этих наших элитарных компаний. Плюс также, наверное, нужно сказать, что вот этот наш сектор, он создан в партнерстве с корпорацией Роснано. У нас есть орган под названием коррекционный совет, возглавляет этот совет, ну понятно, кто, Анатолий Борисович Убайс, который проявляет просто редкостную инициативность. Ему действительно близок этот проект. Он действительно верит и считает, что для привлечения инвестиций в инноватику нужна площадка, на которую компании будут выходить и привлекать финансирование. И в этом смысле он молодец, он действительно помогает. Нам вот в этот коррекционный совет входят представители всех инвестиций профильных и ведомств, главы институтов развития. Это тоже важно для нас, потому что задача не только клиентская – привлекать компании, но и как-то пытаться влиять на вот эту всю нашу, в общем-то, не очень комфортную для инноватики среду. И выстраивать какой-то нормальный такой адекватный регулятивный режим. И вот эти самые налоговые льготы и компенсации, которые сейчас должны, в общем-то, пролиться золотым дождем на эти инновационные компании. Об этом тоже могу рассказать. Это тоже вот результат вот этих усилий нашего вот этого сделки с дьяволом, если так можно выразиться, с государством мы пытаемся повлиять. Ну, в хорошем смысле. Следующий слайд. Ну, тут некая философия. Вот показан сейчас модный термин «инновационный лифт». Это вот эти все наши институты развития, которые многочисленные пришли на эту поляну, начиная от фонда Бортника, который теперь Полякова, РВК, ОСНАНО, Внешнеэкономбанк и так далее и тому подобное. Поначалу они как-то так немножко хаотично пытались нам каждый на своей поляне. Потом они все-таки обо всем договорились. Вот. И выстроились в некую такую очередь и пользуются термином «инновационный лифт». Задача – помочь компании на каждой стадии ее жизни. Но вот наша часть – быть на самом верху, я не знаю, что это там, крыша или чердак, но куда-то лифт к звездам выносят. И вот эти звезды – это публичный рынок. То есть компания выходит на публичный рынок, она становится большой, она становится публичной, она может вырасти и стать голубой фишкой. Ну это в принципе реально. Вот вспомнил то же самое РБК, хотя, может быть, там не все удалось, но тем не менее стоил у РБК больше миллиарда долларов. Ну даже больше. Хорошие годы, да. Ну это на тот момент сначально. Достаточно хорошо было. То есть что вот я этим делом, слайдом хотел сказать? Тем, что мы пытаемся понять все-таки, есть какой-то смысл пытаться в России создать вот то, что Анатолий Борисович называет русский NASDAQ, ну то есть реальную площадку, на которую будут выходить десятки, сотни, тысячи компаний. Но ответ скорее да, чем нет, но он не очевиден. Потому что да, Россия большая страна, но если говорить честно, у нас не так много отдельно стоящих компаний, которые могли бы выйти на рынок, как это, допустим, в США происходит. Потому что объективно у нас этого мало, оно есть. Ну и самое главное, что оно не в том виде, в котором это вообще можно в каком-то обозримом будущем выпускать на публичный рынок. Это очень интересная на самом деле тематика. Я думаю, мы потом вернемся, потому что у меня вчера в рамках модераторской подготовки была очень интересная дискуссия с Игорем Бондаренко, как раз когда высказывался вопрос, могут ли выходить и много ли у нас проектов, которые интересны именно и масштабируемые в рамках мировой такой площадки. То есть это не локальные проекты, которые работают на локальную российскую аудиторию, предоставляют какие-то локализованные русскоязычные сервисы. Но я думаю, просто я заострю на этом вопросе так, чтобы это отложилось, а тем не менее хочу, чтобы Геннадий закончил свою короткую презентацию. Потому что мы подошли… Надо заканчивать? Нет, 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 нет. До конца дошел. Да, да, да. Так вот, пытаемся оценить для себя. Ну у нас вот не Америка, у нас даже не Польша, к сожалению, где очень развито предпринимательство, где пенсионные деньги идут, экономика. У нас, к сожалению, непонятно почему, но длинных денег нет. Но, тем не менее, вот сейчас, да, это те компании, которые сами по себе существуют. Они есть. Я не могу сказать, что их много. Их вообще очень сложно как-то там посчитать по головам. Вот кто-то там проявляется, кто-то сидит в тени. И очень многие сидят в тени по понятным причинам. И, в общем-то, они не хотят светиться. Вот. Но, тем не менее, ну всякие такие исследования проводились. Вот, скажем, в московском правительстве, вот, нет жалко Алексея Комиссарова, они там как-то свою вот эту полянку прошерстили, нашли 1500 компаний, которые, ну, каким-то критериям инновационности соответствуют. Ну, понятно, что из них, ну, там, кто-то, наверное, может дойти до IPO. Да, какой там процент, очень сложно сказать. Каждый там сотый, каждый десятый. Но, в общем-то, какой-то потенциал есть. Но все-таки, мне кажется, вот основной поток, так можно выразиться, это тот, который я показал на предыдущем слайде. Это те вновь созданные компании, которые проходят весь этот путь, там, от гаража до публичного рынка. И сейчас, в общем-то, какие-то предпосылки для этого созданы. Да, вот есть институты развития, есть все вот эти там многочисленные технопарки и прочие бизнес-инкубаторы, которые вроде экономические зоны должны помогать. Там худо-бедно, но не везде, но где-то это работает. Да, то есть вот этот лифт, он не мираж, он существует. И, наверное, он будет постепенно как-то вот компании выводить. Ну, мы вот так грубо оценили, сколько сейчас Роснано там сидит больше, чем в 100 компаниях, сколько там РВК там заинвестировал и продолжает инвестировать. Вот это все там просуммировали, взяли какой-то коэффициент. Ну, есть там 10% экзитов тех фондов, которые на зрелой стадии заходят. Я надеюсь, что у нас этот процент может быть даже больше будет в силу того, что мы очень, так сказать, в это вовлечены и тесно с этим работаем. Может, у нас будет 20%. Ну, то есть, грубо говоря, да, вот эти там 100-150 компаний, которые мы обещали Анатолию Борисовичу в течение 2-3 лет, ну, наверное, это реальность. Вот. Хотя, кто его знает. Следующий. Ну, подробно не буду останавливаться, но на самом деле для компаний, которые созрели и хотят выйти на публичный рынок или для тех, которые пока не созрели, но в перспективе, для них важно вообще, что это на себя представляет публичный рынок. А не надо ли им там пуститься во все тяжкие? Насдак, как некоторые компании, не будем показывать пальцем, собрались из крупных российских. Вот. Или там Эймы лондонские или там, не дай бог, Варшавская биржа, которая тоже, в общем, довольно активно зазывает наших эмитентов. Ну, мы считаем, что на МВБ, особенно в нашем секторе, есть все составляющие, есть ликвидность, а это очень важно, да. Ликвидность – это та возможность разместить свои активы, привлечь финансирование и, главное, чтобы сложился активный вторичный рынок. Ну, не буду вот эту вечную песню про МВБ, который там 60% всего рынка российских активов, хотя это правда. Остальные 40% – это все западные площадки вместе взятые. Ну, то есть оборот там 4, 5, 6 миллиардов долларов в день – это достаточно много. Это хорошая ликвидность. И каждая компания, которая выходит в этот сектор, она вот к этому пулу ликвидности присоединяется. Что-то Игорь хотел спросить. Ну, я на самом деле хотел сказать, что вот об этом тоже имеет, мне кажется, смысл сказать. Я предлагаю тоже высказаться, потому что один из важных моментов – это когда вы приходите на площадку, у вас есть с одной стороны первичный спрос, то есть вы можете разместиться, а потом еще важно, чтобы у вас действительно был free float, чтобы у вас была хорошая оборачиваемость ваших акций, которые размещены на рынке. Соответственно, я думаю, мы чуть попозже на примере в том числе и армады поговорим об этом. Да, это абсолютная правда. И, скажем так, мы честно и говорить правду легко и приятно говорим, что Эйм не конкурентно способен. Эйм – это часть лондонской биржи по сравнению с нами, потому что там нет ликвидности. И компании, которые российские вышли на Эйм, многие сейчас просят на родину, возьмите нас, вы хорошие, мы хотим ликвидности. А раньше они не могли, потому что не было инструментов. Сейчас, слава богу, появились российские депозитарные расписки. Это уже протестировано. Есть называемый прямой допуск. Для небольших компаний расписки дороговато. Прямой допуск мы рассчитываем, если в ФСФР спячка не впадет из-за реорганизации, думаю, через полтора месяца уже такая возможность появится. Для российских компаний, которые зарегистрированы за рубежом, а таких много. Ближе просто к… Да, для российских… Ой, ой. Хорошо, что у нас зал маленький, поэтому нареканий, я думаю, больших не было. Но все-таки лучший микрофон. Хорошо. Так, ну вот здесь всякие такие выигрышные вещи. Мы вот себя сравнили с западными площадками. Оборачиваемость высокая. Если взять оборот торгов, поделить на фрифлоу, вот, в общем, все понятно. Вот. Дальше. Ну, надо сказать, что этот оборот, это не просто там игра спекулянтов. Крупные пакеты тоже можно купить, продать. И вот это здесь показано. То, что если взять только сегмент крупных пакетов, то и то это больше, чем лондонская вот это вот international order book, где торгуются в том числе российские компании. У с РТС я не буду сравнивать, потому что уже вроде как и неудобно. Вот. Теперь, что касается структуры рынка с точки зрения инвесторов. Ну, вот здесь такая пестрая картинка. Интересно, что значительную часть составляет розница, ритейл, частные лица. Это довольно необычно для глобальных бирж. В этом есть определенные преимущества. Потому что рынок такой быстрый, он там крутится. Ну, и определенный недостаток. Потому что, ну, если это быстрая розница, то это и повышенная волатильность и так далее. То есть надо честно сказать, что да, институционального спроса нам немножко не хватает. Ну, по крайней мере для очень крупных компаний такая тема существует. Что касается иностранных инвесторов, то у нас их там порядка 35%. Поэтому миф о том, что на российской площадке нельзя продаться иностранцам, он несправедлив. Ну, на то он и миф. Правда, их доля уменьшилась после кризиса. Но сейчас так потихонечку возвращается. Но ведь на самом деле небольшое количество есть ограничений, и большинство фондов спокойно работают через Россию, через МВБ, правильно? Да, абсолютно правильно. У меня там даже есть слайд. Я до этого дойду и как бы об этом скажу. Ну, вот здесь некоторые цифры. Циферки по поводу спроса. Такой некий потенциальный байсайт. Просто посмотрели, сколько у нас национальных инвесторов. Ну да, кое-что есть. В принципе, да, в масштабах российской экономики это немного. Но, тем не менее, деньги есть. Пенсионная реформа все-таки худо-бедно позволяет накапливаться на страховые деньги. И очень интересно, это все-таки средства розничных инвесторов. Здесь ресурс колоссальный. Ну, вот здесь приводятся вот эти все там сотни миллиардов долларов, которые в том числе и под матрасом до сих пор лежат. Удивительно. И, ну, в общем-то, не случайно вот эти все там мавроди и так далее появляются затеи. Ну, потому что есть за что бороться. Мы, конечно, хотим, чтобы эти деньги пришли на фондовый рынок. А может быть даже и в инновационный сектор. Ну, вот обещанная Игорю статистика, которую коллеги из Интерфакс Томпсон, они опросили кучу западных фондов. И выяснилось, что 64% иностранных фондов, они уже работают через российскую инфраструктуру. И только 26% фондов покупают российские активы исключительно через иностранные биржи. А 10% только через российские биржи. Ну, вот может быть даже удивительный факт, почему-то иностранцы выбирают нас. Но я, конечно, догадываюсь, почему. А поделиться? Ну, здесь, я думаю, часть фондов – это российские деньги. Там все российское, они российского базирования. Им просто привычно заходить через нас. В них возможна не то, что аллергия, но нет каких-то иностранных брокеров на иностранных площадках. Ну, формально это иностранные деньги. Ну, важный фактор издержек, потому что IPO стоит довольно дорого. Это зависит от размера сделки. Чем больше сделка, тем эта доля меньше. Для небольшой эмиссии – это там 10 и больше процентов, которые своих кровных нужно отдавать средникам. А в России, ну, как минимум в полтора раза меньше. Это все стоит. И в основном, ну, самый главный, конечно, любимый доля – это инвестиционный банк. Ну и все остальное. Поэтому это тоже важный конкурентный фактор. Эмитент относительно небольшой. Конечно, должен 10 раз подумать, а надо ли ему там стремиться в Лондон. Тут он достигнет всех своих целей и сделает это в полтора раза дешевле. Это вообще в рамках некой стратегии, особенно если мы говорим о инновационных компаниях, сниженные затраты и вообще… Нет, это о любых. Нет, мы сейчас говорим… Здесь этот слайд, он касается вообще любых. То есть он дает общую статистику. А то, что на площадках и РК-1, и РК-2, еще, я так понимаю, тоже дополнительные льготы созданы. Я думаю, мы о этом немножко попозже тогда поговорим. Но здесь с точки зрения издержек это все равно выход на публичный рынок. И я думаю, разницы особой нет в сравнении с тем, выходит ли производитель туалетной бумаги или инновационные компании. Но вы правы. Существует сейчас шанс, ну или не шанс, то есть это будет обязательно система компенсаций. Это уже принятое решение. Каждой компании, которая выйдет на площадку за счет государственного и регионального бюджета будет до 5 миллионов долларов компенсированных средств, но не больше 50% общего размера издержек. Это как раз хватает. Но компании, естественно, небольшой. Это так называемый малый бизнес. Там есть определенные ограничения. Такие компании получат компенсацию. Эта система, я думаю, к концу года заработает. Теперь все-таки каков опыт, кто уже этот путь проделал и вышел на эту площадку. Вот у нас уже 14, если я не путаю, эмитентов, которые этот путь проделали. То есть площадка работает, эмитенты выходят, привлекает финансирование. Здесь приводятся данные. Мультипликаторы довольно-таки приличные. Кроме корпоративных эмитентов еще и фонды, которые выходят на площадку и торгуются там. Вот у нас 5 фондов обозначены, включая Finam IT и еще один фонд, который, я думаю, в ближайшее время тоже присоединится к торгуемым инструментам. Да, я сейчас уже буду так потихонечку заканчивать. Ну да, действительно, это вроде бы как немного, особенно если мы сравним себя даже с тем же New Connect варшавским. У них уже там 230, хотя они компании начинали вместе с нами, но тем не менее это показывает, что все работает, система работает и вот эти наши кейсы с Accessory, они служат таким маяком для всех остальных компаний. Причем вот если посмотреть по нашему сектору, из 6 компаний инновационных, которые входили на IPO в 2010 году, 5 разместились на МВБ и только одна в Лондоне. Вот, то есть вот как бы красноречивый факт. Здесь приводится статистика по вторичному обороту. Это фактор ликвидности, о котором мы говорили. Подробно не буду останавливаться. Самая главная мысль та, что компании, которые выходят на наш рынок, они торгуются хорошо, гораздо лучше. То есть речь идет об обороте их акций, чем на западных площадках. Мы сравнили наши компании с аналогами на западных площадках. Я практически заканчиваю. Что-то еще хотел сказать. Ну да, тоже вот, что касается крупных компаний. Надо сказать, что наш сектор, здесь главный критерий это не размер, а критерий принадлежности, инновационность. Поэтому мы ждем, что крупные компании тоже пройдут через вот этот наш сектор. Здесь мы считаем, что все предпосылки созрели. Есть ликвидность, есть спрос, есть инфраструктура. Для компаний, которые в западной юрисдикции, пожалуйста, есть российские непосредственные расписки. И я считаю, что для компаний интернет сектора, вот таких крупных, сверх крупных, которые хорошо известны в России, сам Бог велел размещаться в России. Потому что здесь они не только деньги получат, но и смогут продвинуть свой бизнес среди своих клиентов. Но пока мы видим другую практику. Давайте вспомним там Rambler, но это уже достаточно давно. Mail.ru буквально недавно и я знаю то же самое Яндекс сейчас. Ну там в кулуарах циркулирует то, что они идут на NASDAQ. Пока у нас тренды то, что те крупные компании, которые были, ну может быть за исключением РБК там 8-летний опыт, они пока идут на западные площадки. Пока да. Пока да. Но мы очень надеемся, что эта тенденция все-таки изменится. И пытаемся объяснить, что… Ну тут очень важный такой некий стадный инстинкт. Плюс, ну кроме объективных, есть еще и субъективные факторы. Да, просто есть инстинкционные банки, которые там часто объясняют, что, а зачем вам в России, вы можете продаться на западе и все будет хорошо. А если в России это еще не оттестировано, да, пойдет ли вот эта розница, многочисленные там посетители интернета или не пойдут, мы там не знаем. Им, конечно, удобнее и привычнее. Плюс владельцы этих крупных компаний, часто это западные фонды, им тоже привычнее размещаться там. Вот поэтому я считаю, это не есть признание вот какого-то объективного статус-кво. Вот то, что все-таки там мейл разместился в Лондоне, это, мне кажется, ну если не ошибка, ну некоторое такое сказать… Да, конечно, у нас, собственно, мы выходим на уровень дискуссии. Я уже, в принципе, почти закончил, мы можем уже перейти. Это очень интересный вопрос. И дело в том, что акции компании размещаются не на бирже, как вот обычно говорят, а среди инвесторов. Размещает это инвестиционный банк. Естественно, что если объем размещения очень большой, допустим, вот как в случае mail.ru 1 миллиард, то, естественно, собственники думают как бы по наиболее высокой цене этот миллиард разместить. И здесь, соответственно, с технической точки зрения нет никаких проблем, разместить, скажем, на ММВБ технически. Но здесь вступает такой фактор, как инвестиционные банки, которые участвуют в размещении, они борются просто за свою комиссию. И в этой борьбе, естественно, российские банки, они пока проигрывают. То есть здесь не вопрос только биржи, а вопрос, в общем-то, всей финансовой инфраструктуры российской. Но при этом, конечно же, возможно какой-то компромисс. Скажем, часть размещения проходит на ММВБ, часть проходит в Лондоне. И таких размещений, я знаю, тоже было очень много. То есть это вопрос инфраструктуры, политики и некоторого доверия между всеми участниками ранга. Ну что ж, спасибо за этот комментарий. Я как раз хочу немножко переформатировать тогда нашу историю, которая сейчас у нас идет с вами. Как я уже говорил, у нас две части секции. Первая часть секции – это для зрелых компаний, которые заинтересованы в ближайшем времени привлекать долгосрочное финансирование, для которых как раз площадка МВБ интересна. И вторая часть – мы поговорим немножко о стартапах. Вот один из самых таких крупных примеров, самых интересных примеров – это ОАО «Армада». И я бы, наверное, тогда перед тем, как перейти к IP-борду, я бы передал слово Дмитрию Чурсин, который как раз рассказал бы нам, потому что даже у Геннадия в списке «Армада» стояла прямо так гордо на первом месте. Дим, может быть, ты расскажешь, вы начинали с 2007 года как самостоятельная компания, не выделившись структурой РБК. И вот у вас как раз недавно хорошие новости. Вы закончили СПО. Поделись какими-то фактами о том, что вы, собственно, делали, как вы к этому шли. И главное, что вы используете, для чего вы используете тот капитал, который вы привлекаете, потому что вы его используете, скажем так, в основном не только для внутреннего роста, но и для других каких-то целей. Спасибо за приглашение. Добрый день. Действительно «Армада» торгуется на ММВБ. Эти акции можно пойти и купить. И привлеченные средства компания инвестирует в свое развитие. Она покупает на эти деньги другие компании. Для того, чтобы развиваться таким образом, нужно завоевать определенное доверие инвесторов. И это долгий достаточно процесс. Для «Армады» он начался даже, наверное, не в 2007 году, а еще раньше в составе РБК. Компания была частью IT, была IT-подразделением РБК. И сам РБК, когда он вышел на биржу, у него появились акции, компания стала публичной. И вот эта вся структура, это уже было несколько юридических лиц внутри РБК, вся эта структура проходила ежегодный аудит, включалась в годовые отчеты. Был так называемый сегмент «репортинг». Это финансы компании, выделенные в отдельный блок из консолидированной отчетности. Инвесторам, естественно, все это очень важно. Они смотрятся, в первую очередь, на прибыль, во-вторых, на показатели EBITDA, так называемый, ну и, в принципе, на выручку. Цель инвесторов, в принципе, понятна. Либо войти в компанию, купить акции и продать, когда они станут существенно дороже. Это бывает на этапе, когда компания растет. В основном это относится, в первую очередь, к стартапам и к компании, в общем-то, как «Армада». Компания, которая собирается вырасти в 5-10 раз. Это относится к «Армане». Дальше, когда вот этот рост акций, рост цены акций заканчивается в таком чистом виде, быстро появляется то, что в Америке очень распространено дивиденды. В России не так много компаний, которые платят дивиденды. В принципе, я так понимаю, что в зале в большей степени компании не публичные. И у всех, наверное, вопросы по технике, по каким-то реализациям. Могу просто рассказать буквально. На прошлой неделе был очередной раунд привлечения денег у «Армады». Это второй раз, когда «Армада» выходит на рынок. Первый раз – это был 2007 год. Компания провела IPO на ММВБ и РТС в инновационных секторах. Тогда это была дополнительная миссия. Неделю назад мы сделали еще одну дополнительную миссию через по прошествии трех лет, больше чем три года. Если интересно, давайте я расскажу просто в деталях, примерно как это происходит. Есть компания «Открытое акционерное общество». У нее есть акции. Она хочет привлечь новые деньги инвесторов. При этом акции эти котируют сейчас на бирже, их можно пойти и купить. Компания регистрирует дополнительную миссию. И регистрирует, наверное, ФСФР. Это российский государственный орган по регулированию рынков. Она регистрирует там свое намерение выпустить, как в нашем случае было, 20% новых акций. Об этом узнают инвесторы. И дальше у компании есть выбор, как она будет действовать, как она будет эти акции размещать. Бывает открытая подписка и закрытая. Открытая – это в случае, если вы выходите просто на большой рынок и всем предлагаете эти акции. Закрытая – это если список тех, кому вы хотите их предложить, закрытый. «Армада» всегда делала открытые подписки и в данном случае привлекла инвестиционный банк, вместе с которым проводила так называемый роуд-шоу. для этого делается… Во-первых, вы должны объяснить инвесторам, зачем вам деньги, потому что иначе никто их не даст. У «Армады» есть единая стратегия, которая не менялась с момента IPO. Это приобретение компаний небольших достаточно, но очень быстрорастущих, которые дополняют бизнес «Армады». мы смотрим на компании, обладающие своим продуктом, которые не пересекаются с тем, что есть уже сейчас у «Армады». «Армада» занимается интернетом и разработкой ПО, то есть преимущественно это разработка ПО. И мы ведем переговоры с рядом компанией, имеем какие-то цели по покупкам, и вот с этими целями мы выходим к инвесторам. Мы говорим, что у нас есть в списке три компании, например, три сделки текущие, которые мы хотим профинансировать. Мы хотим купить в этих компаниях 51%. Для этого нам нужны такие-то средства. Предполагается обычно, что примерно размещается компания по той же цене, по которой текущие котировки. Дальше делается инвестиционный меморандум, проспект, там в разных случаях по-разному он называется, и вместе с банком компания ездит по инвесторам. Она ездила, компания, то есть мы, «Армада», ездили по Великобритании, по Европе, это скандинавы, Россия очень любит скандинавы, все, Швеция, Финляндия, Германия была, ну и Москва, конечно. В итоге за шесть дней вот этого roadshow так называемого инвестора подают заявки на то, сколько акций, по какой цене они хотят купить. Эти заявки сортируются по цене. То есть инвестор один хочет купить 100 акций по 100 рублей, инвестор два хочет купить 1000 акций по 95 рублей и так далее. Дальше потом вот идут вниз, вниз, вниз суммируют, и когда количество акций, сколько компания продает, получается суммой, то называют это, закрывают книжку и считается, что по этой цене можно продавать. Ну это очень прощенно, там иногда эту цену поднимают, если инвесторов существенно больше и так далее. Ну вот Armada проехала на этот раз по Европе, переподписка была в несколько раз, и компания успешно разместила свои акции. Это значит, что инвесторы подали заявки, и эти заявки частично удовлетворили, потому что не на всех хватило, и им сейчас в данный момент как раз эти акции поставляют. Вот это происходит прямо на днях. Инвесторы, получив эти акции, могут с ними дальше что-то делать. Эти акции находятся в депозитариях, то есть в организациях, где записано, что такому-то инвестору проживает только акция. Это не бумага, естественно, это электронные записи. И дальше инвесторы в большинстве своем, скорее всего, переведут все эти бумаги на торги на МВВ, потому что на МВВ у Armada основная ликвидность, по РТС иногда проходят внебиржевые сделки, в основном для нерезидентов, им там проще действовать в долларах, а в России это рубли, и основная вся ликвидность она на МВВ. В структуре инвесторов Armada есть и ритейл, и долгосрочные инвесторы. Сейчас это, наверное, более тысячи инвесторов. И вот здесь очень важный момент, чтобы этих инвесторов было много, потому что один хочет продать, другой хочет купить. Если их было бы два, то ликвидности бы как таковой не было. Поэтому одна из целей менеджмента компании, и моя в том числе, повышать ликвидность. То есть делать так, чтобы больше инвесторов могли купить или продать акции. И в этом плане МВВ очень оказывает существенную поддержку, просто хотя бы потому, что не создает никаких проблем. Вот все так сделано, что любой практически, статистика сколько, 40% или 50% может покупать в России. Я не знаю ни одного нашего инвестора, у кого были бы проблемы, кому надо было бы получать какие-то разрешения и действия как-то еще. Вот, наверное, вкратце все. У вас достаточно высокий уровень фрифлоута. Мы как раз вчера с тобой обсуждали, что у вас почти 50%, даже чуть больше 50% фрифлоута. И параллельно мы говорили о том, что… Я, пожалуй, немножко похожу, чтобы оживить нашу атмосферу. И параллельно мы говорили о том, что фактически вы одна из тех немногих крупных IT-компаний, которая находится… Самая первая и одна из немногих компаний, которые вышли. IBS у нас торгуется во Франкфурте. Геннадий забыл еще упомянуть эту вражескую площадку. Много врагов. Много врагов, это правда. Хорошо, спасибо большое. Если есть какие-то вопросы, потому что это был такой вот, как мне кажется, хороший пример с иллюстрациями… Давай добавлю про Лондон. Про Лондон сказали сто раз. Мы общались… Естественно, вот мы собираемся размещать, мы общаемся с банком. Лондон для России сейчас особенно для компаний… Armada не очень большая компания, это не Газпром. Две площадки – это no way. Это абсолютно бессмысленно. То есть надо хотя бы на одной сделать ликвидность, вырасти и потом уже думать про какие-то там выходы куда-то еще. Надо еще учитывать то, что вы компания в пакете заказов, который достаточно большой сектор российских заказчиков, в том числе государственных заказчиков. Поэтому я думаю еще и с этой точки зрения вам тоже было бы не с руки сразу же идти на западные площадки. Плюс Лондон существенно дороже, существенно дороже. То есть вот сейчас вот это СПО, Second Republic Offering, вторичное предложение акций, оно обошлось в несколько процентов от размещения. В Лондоне это было бы под 10 и больше скорее всего. Хорошо. Для того, чтобы какой-то немножко динамики прибавить, я предлагаю тогда обратиться к Святославу. Святослав у нас заскучал, ушел в мобильные коммуникации. Я думаю, что мы его как раз сейчас попросим немножко поговорить про IP-борд, который создан при ММВБ. Это очень интересный проект. Давайте для динамичности не будем какую-то делать презентацию, хотя есть несколько интересных слайдов. Саша, расскажите, пожалуйста, вкратце про проект. Можно я? Welcome. У нас аудитория заскучала немножко такая? Вернее, может быть, не заскучала такая? А можно я себе два слова скажу? Значит, просто все тут люди приличные, а я один нет. Я просто почему скажу о себе? Потому что то, что тут затеялось, это в общем из этого и следует. То есть из того, что скажу. Какое-то время я занимался такой безнадежной задачей, вкладывал в то, что как бы тогда считал стартапами. Это было давно. Еще было тогда, когда 204-й, 5-й, 6-й, до 7-го года. Когда наступил наш любимый 8-й год. Ну почему любимый? Потому что еще есть и 98-й. Стала такая небольшая проблема. То есть в компании много, денег нет. Я себе говорю. И поэтому я стал срочно бегать по рынку, искать, кому бы это продать. Я считал, что вообще просто там миллионами смиряется состояние, поскольку там навкладывался. И в тот момент, когда я начал это осуществлять, эту процедуру интересно. Причем я в основном вкладывался… Кстати, прошу прощения. Могут поднять руки здесь стартаперы-предприниматели. Есть тут кто-нибудь, кто пришел с проектом? Раз, два, три. Остальные это консультанты, представители финансов. Может кто еще у нас есть? Это стартаперы, да? Три человека здесь стартаперов. Хорошо. А действующие предприятия? Поднимите тогда руку. Раз, два, три, четыре. А, ну понятно. Короче, около 15 человек здесь что-то предприятия. Но остальные, так сказать… Просто потому что я буду говорить кое-что именно о стартапах, и чтобы просто мне убедиться, что это интересно. Ну трем человекам вам интересно. Вот с вами будем говорить. Значит, соответственно, проблема была очень простая. Значит, прибегаешь в фонд, говоришь, у меня красивая компания. Причем, ну как бы меня знают, там более-менее какие-то коллеги были, они говорят, ну давай приноси. То есть процесс, вот я вам сразу говорю, от того, как начнешь покупку-продажу, до того, как ты из нее выходишь, самое быстрое у меня получалось 5 месяцев. Это самое быстрое. Были, которые я продал полтора года. И тогда вот в этот момент, почему я это рассказываю? Потому что я понял, что мы очень много говорим о том, как выходить в компанию, но почти не говорим о том, как выходить. И когда вот эта мысль сформировалась, я пошел к тем людям, с которыми я работал на рынке, ну грубо таким же, как раньше называли бизнес-ангелом, он сказал, ребят, давайте мы объединимся, сделаем некую электронную площадку, в которой вот это вот все будет красиво, знаете, как вот Геннадий Ильич показывал, все вот это будет. И у нас ничего не получилось. То есть в 98 году у нас проект был там первый год, мы что-то второй пытались сделать. Пока я, значит, не пришел на биржу и случайно совершенно, и не сказал, что вот есть некая идея о том, что вот так делать. Ну какие-то слова были очень такие туманные. Мне сказали, ну а что вы мучаетесь? Вот есть рынок, рынок инноваций и инвестиций. А почему бы вам вот как бы не пристроиться к третьей там, скажем, то, что называется информационный борт и не влиться вот в эту как бы концепцию? Вообще вот я хотел показать, где этот борт у нас находится, чтобы… А можно… Значит, в чем, собственно, мысль? Вот вам сказали, да, что рынок инноваций и инвестиций состоит там из двух частей, там ИРК-1 и ИРК-2. На самом деле, если вы посмотрите, скажем, на презентации, на МВБ, есть еще такая маленькая часть, называется информационный борт. Вот этот информационный борт сделан, собственно, он уже работает, сразу говорю, сделан для компаний, которые начинают свою жизнь. Следующий можно? Вот. Вот оно красным. Соответственно, в чем особенность? Значит, как я вам говорил, да, вот эту длинную историю жизни, попытка была, наша состояла в том, чтобы пытаться вот на электронной площадке, прежде всего в интернете, осуществить, по крайней мере, не просто там вот выставлять компания и что они. А, во-первых, заставить компанию раскрываться. Человек основывает компанию, да, пишет меня великолепная компания, вывешивает там бизнес-план и все. Прошел погода, что с ним там происходит, неизвестно. А это плохо, потому что некоторые компании сразу не вкладываешься, а ждешь. Ну, выживет, не выживет. И мы хотели, когда вот затевали этот борт, да, сейчас это уже переросло, простите, в некий такой более концептуальный уровень. Вы понимаете идею? То есть, чтобы я так немножко сумбурно все это рассказываю, значит, то, что называется сейчас там под доменом имени ipoboard.ru, это, скажем так, ресурс, в котором там предприниматель, вы, конкретно регистрируетесь, заходите, да, получаете там, ну, поскольку борт все-таки часть московской межбанской биржи, там, конечно, нужно пройти процедуру некого там фейс-контроля, после чего вы будете иметь возможность свой проект показать инвестору. Значит, показать… Сразу перебью. А что такое фейс-контроль? Потому что вы так легко прошли, мимо… Я пытался его… А слово такое напрягающее, особенно в России. Ну, смотрите, понятно, что просто делать очередную площадку, на которой будет скапливаться огромное количество проектов, нет смысла. Тем более, это нет смысла делать на крупнейшей, ну, европейской бирже. Поэтому мы хотели бы, чтобы те проекты, которые сюда приходили, у них была, по крайней мере, ну, скажем так, перспектива в дальнейшем, хотя бы, скажите, скажем, туманная перспектива перерасти в нечто похожее, ну, вот, на армаду. В лучшем случае, да? Или там… не знаю. То есть компании… Мы их называем там развивающиеся, динамические, растущие. Гроин. Растущие компании. В этой компании должен быть большой рынок. И что главное, на что, мне кажется, в России, в чем беда, да? Должен быть менеджмент, который готов, простите, делиться. Вот, простите. В чем проблема? Очень часто, когда говоришь с предпринимателями, там возникает интересная ситуация. Предприниматель спрашивает. Ну, компания нравится, все хорошо. Говоришь, ну, как бы, сколько? Он говорит, ну, там, миллион. Ну, говоришь, ладно, миллион. А что взамен? Ну, говорит, там, 25 плюс 1. То есть научились уже разбираться там контрольник, не контрольник. Вот. Я говорю, ну, хорошо, а дальше сделка как будет происходить? Ну, он говорит, ну, что, договоримся, деньги мне на счет, а акции тебе. То есть, понимаете, у людей даже нет понимания, что такое инвестиционная сделка, а что такое выкуп акций. Ну, на самом примитивном уровне. То есть люди часто предполагают, что если я инвестирую в компанию, то это значит, что деньги им идут на счет, они могут покупать Ferrari. Совсем не так. То есть, конечно, существуют сделки, в которых, скажем, часть, там, некоторая часть, там, идет, там, как это вот, выкуп акции, да, но это уже, ну, на стартапах вряд ли такое существует. С примитивного уровня начала. И вот это все, когда проходит, да, вот этот диалог, на тебя такие круглые глаза говорят, до свидания. Понимаете? И мы не хотим, чтобы такая история была на борде. Ни в коем случае. Потому что, если человек не хочет, не понимает, что, если он приходит на борт и, ну, как бы, потом получает возможность доступа к очень, скажем так, элитной категории инвесторов, потому что на МВБ это инвесторы, ну, вы слышали, 30% иностранцы, крупнейшие фонды. И потом, значит, вы там повисите, к вам придут люди, скажут, ну что, как бы сделка? Он говорит, да, вот там, купите мне яхту и все. Вот. Соответственно, поэтому мы и говорим о некой процедуре приема. Значит, эта процедура не происходит под моим контролем, да, есть вот комитет, есть комиссия, и у нас даже есть уже рабочая группа по борду, куда входит, ну, уже, по крайней мере, у нас, наверное, человек 8. Там представители русских фондов, представители институтов слововых клеток человека Исаев, там представители московского правительства, то есть, ну, пока солидная организация уже получилась. И фейс-контроль происходит вот там. Что делаем мы, как операторы, да, кто такие мы, простите, я не сказал. Мы, это не я, мы организовали, как бы, вот я вам сказал, да, мы начали с того, что там несколько, как мы говорили, людей, которые вкладывались в рынок, мы там вместе собрались, организовали некоммерческое партнерство, которое назвали союз предпринимателей по развитию инновационных технологий. Расшифровывается спринт. Вот, собственно, я исполнительный директор и, как бы, воленц-неволенц, приходится быть теперь администратором. А почему вопросов нет? Потому что, как бы, это не интересно или просто ждете, пока что-то расскажу? Вот у вас есть вопрос. Стартапы в этом понимании. Да, отличный вопрос. Работающие компании размещаются, там размещаются в основном, потому что больше всего смысла есть размещаться компаниям, которые могут показать что-то инвестору. Если вы только на этапе прототипа, и особенно в части инвесторов институциональных, они вообще не понимают, о чем идет речь. Поэтому у вас должна быть финансовая отчетность, пусть минусовая, пусть не аудированная. Подчеркиваю. Особенность этого площадки в том, что вы можете показывать отчетность не аудированную. То есть, пожалуйста, пишите там какие-то бумажки, но, соответственно, если вы будете писать мало бумажек и неразборчиво, мы вас по рейтингу внизу спустим. То есть, грубо говоря, появляетесь вы там, допустим, год отработали, у вас есть некая выручка, там 1 рубль. Есть некие понятия о продуктовом плане, некие понятия о бизнес-плане, некие понятия о примитивном, не примитивном, хорошем. То есть, там кэш-флоу, там что-то такое, распределение акций. Вот с этим всем вы сюда приходите и рассказываете. Если у вас появился новый продукт – рассказали. Понимаете? То есть, там происходит некое движение, должно происходить. Соответственно… Я прошу прощения, акцентировать хотелось бы еще на том, что вы не только рассказали, но еще и что вы потом рассказываете постоянно. Это тоже ведь один из критерий? Да, я пытаюсь это сказать, наверное, не очень четко. Нет, все правильно, да. И в дополнение можно еще по поводу критерия фейс-контроля? То есть, мало сказано, непонятно, как это все происходит. Я понял, да. То есть, у нас в России все боятся, что будут пробивать по базам. Не будут. То есть, здесь прежде всего рассматривают не настолько, сколько вы там, я не знаю, прослужили там в войсках внутренней безопасности, а вопрос, ну как это, насколько вы готовы к бизнесу. Вот это только интересует. То есть, ну да, разумеется, нам, конечно, проще принимать туда компании, которые мы знаем. Ну вот не секрет, что там многие компании уже бегают по рынке, но на моей памяти уже лет шесть. И они уже поднимаются, да, развиваются, растут. И я уже более-менее понимаю, что если они приходят, то деньги у них появляются. Потом они снова уходят, тратятся. Вот, конечно, в этой ситуации я не могу сказать, что эта площадка будет легкой площадкой для стартапа. Но легких денег не бывает. Все, спасибо. В продолжение, такой вопрос. Отчетность-то какую вам нужно отдавать? Отчетности у нас в стране бывает много. И они разные. Скажу. Значит, мы требуем три типа отчетов. Первое – это бизнес-план. Ну, в любой форме пока. Хотя немножко там будут усложняться. А вот только что было. Второе – это финансовая отчетность. Все в классическом понимании. То есть это или RAP, Russian accounting, ну, российские стандарты, да, или GAP, или International accounting. Пожалуйста, что у вас есть. Причем, опять же, заостряя ваше внимание, не аудированная. Конечно, если выкладываете аудированную, это просто счастье. Ну, то, что есть. Вот она. Значит, все это мы будем… Ну, как бы немножко уже тут кое-что пересмотрено в части вот вся вот эта вещь будет поквартально все-таки. То есть по крайней мере один раз в квартал, 21 января, там 21 и так далее, должно появляться вот это о вашей компании. Если это не появляется, у вас снижается рейтинг на одну позицию. Вы как бы падаете в глазах вот этого борда. То есть борд что такое? Таблица. И вы начинаете снижаться. Что-то еще не предоставили, снизились и так далее. То есть пока не дойдете до определенной цифры, когда просто автоматически уйдете с борда. Ну, понимаете. Значит, и то, что нам еще нужно, третий документ – это вот это. Нам нужны отчеты о выполнении. То есть вы бизнес-план поставили и сказали, мы хотим завоевать весь мир. Ну, прекрасно. Прошло, значит, квартал. Где вы там находитесь по этому показателю? Это обязательно. Все остальное – это в плюс. То есть задача борда – выявить по большей части степень вашей информационной открытости. Это наша основная задача. То есть мы не решаем, подчеркиваю, мы не решаем вопрос, хороший ваш проект или плохой. Прибыльный или нет. Мы как бы инфраструктурное объединение. Да, вот есть инвесторы, у которых опыт там гораздо больше нашего. Пусть они придут, возьмут ваши документы, посмотрят и сами решат, интересного или нет. То есть может сложиться ситуация, когда убитая компания с огромным количеством и пунктом 4. Если праздница по прибыли между первым и четвертым будет, например, там несколько миллионов, ну пусть рублей. Вот сидят инвесторы, вопросы им. Я еще раз повторяю. Давайте. Дело в том, что здесь действительно очень много отчетов. И, наверное, со временем эта структура будет упрощаться. Обычно на все эти отчеты смотрят посредники. То есть консультанты, авторизированные при бирже. Они это анализируют и вместе с компанией делают пресс-релиз. По результатам, например, за полгода или за квартал. И в пресс-релизе они освещают именно все то, что произошло за этот период. Самое важное. Здесь очень важна ответственность имитента. Вот не важно там РСБУ или МСФО, а главное то, что вы выпустили, это действительно так. Вы отвечаете за это. Прежде всего перед вот инвесторами. Потому что ваша репутация очень сильно пострадает, если это произойдет не так. И это происходит в принципе, я имею в виду, такая практика, Дмитрий подскажет, прокомментирует, везде. Это международный стандарт, что вот именно пресс-релизы и в той форме вообще принятой, в которой они выпускаются и публичными компаниями, и к этому надо потихоньку идти и стартапу. Давайте сразу на вопрос. Ну пресс-релизы, безусловно, надо выпускать, и надо стараться делать это ежеквартально. Можно также ежеквартально делать отчетность по МСФО, ревью так называемая, это стоит довольно прилично. Ну там много есть историй. Я скорее отвечу на вопрос, на что смотрят инвесторы вот дальше, если есть разница между чем-то, потому что являясь таким инвестором, мы на нее смотрим. Обычно сначала мы покупаем 51% и дальше оставшиеся 49% человек продает в течение 5 лет, допустим. Он понимает, что он хочет выходить последовательно. И вот эти 49% связаны с бизнес-планом. И в зависимости от его выполнения разная стоимость получается пакетов, которые он продает. Он может продавать по 15% в год по какому-то мультипликатору к прибыли, по какому-то коэффициенту. Выполнил, не выполнил. Больше выросло, прибыль меньше. Активы остались в компании и так далее. Там есть большой список того, того договора, который делается при входе в компанию. Спасибо. Визулин, компания IDK. Такой вопрос. Кто имеет доступ к этой информации? И второе, сколько примерно компаний там участвовало в этом? Спасибо, что спросили. Значит, забыл сказать важную вещь. Значит, у нас площадка работает три недели. За эти три недели, соответственно, мы пережили некий шок от наплыва. То есть когда у нас количество пользователей там… Наплыв, поймите, мы планировали, что у нас там будет 500 человек в течение года. Вот что мы планировали. У нас образовалось 200 человек за пять дней. Мы, значит, закрыли регистрацию и стали думать, что делать. Потому что там пошли проекты такого уровня, что я думал, ну знаете, каждый думает, что он там супер просто гений. Я понял, что там ни слова. И мы решили, что наша первоначальная концепция, когда мы сами просто выставляем и все, не пойдет. То есть теперь на этой площадке теперь будет вводиться категория nominated advisor или, ну скажем так, агенты борда. То есть аналогичные листинговым агентам, которые будут заниматься тем, что, короче говоря, компании будут публиковать отчетность через них. Единственное, что, конечно, мы вряд ли позволим, чтобы эти компании там задирали цены и было там ну просто нереально, потому что людям начинающим там компания год вряд ли сможет платить существенные деньги. Ответил на вас вопрос, да? Второй вопрос. Соответственно, доступ к этой информации сейчас на площадке имеет все пользователи. Значит, я, наверное, понимаю ваш вопрос. Вопрос идет, наверное, в индивидуальных правах, да? Еще раз. Это для группы всех пользователей. Там три категории пользователей у нас. Первое – это инвесторы. Второе – это предприниматели, тоже авторизованные. Третье – эксперты. Ну, например, там Роснано, да, у нас представители или РВК. То есть люди, которые могут там поставить вам баллы. То есть для них, для всех. Это информация будет доступна. Кто угодно зарегистрированный на ресурсе. Который прошел. Хорошо, Святослав. Просто у нас еще есть некоторое количество спикеров, поэтому хотелось бы так вот компактненько рассказать еще там в двух словах, завершая. Какие вы ставите прогнозы по развитию? Вы существуете три недели. Что у вас кроме 500 пользователей до конца года было запланировано? Ну, с вашего позволения я не буду это озвучивать, потому что наши прогнозы, они тесно увязаны с требований биржи. Потому что еще раз подчеркиваю, мы хотели, мы не ставим своей целью конкурировать там с ресурсами типа стартап-индекса и все остальное. Мы тесно, мы хотели бы больше качества, чем количество. И поэтому сейчас для нас прогноз следующий. Мы должны написать инструкцию по работе на борде там для делмейкеров, для вот этих бортпроводники и так далее. Вот у нас бумажки основной прогноз. Что касается окончательных результатов, для меня будет очень хорошо, если в конечном итоге мы получим, скажем, где-то в год у нас будет проходить, ну, скажем, 10 компаний, которые смогут там получать приличные инвестиции. То есть прилично это где-то за полмиллиона долларов, потому что мы где-то вот в этом районе. Спасибо большое, Святослав. Хорошо, давайте тогда поговорим немножко о оценке идей, которые сейчас есть. Я попрошу тогда предоставить слово Игорю Бондаренко, который подготовил небольшую презентацию. Я только единственное в силу то, что у нас уже мы так немножко вышли за рамки. Я прошу так в режиме галлопирующем таком, тезисно. Можно поставить? Будьте добры, пожалуйста. Давайте я начну. Тема оценки стартапов очень сложная и на самом деле вызывает надо скепсис. Всякий раз, когда я начинаю ценить бизнес, всегда возникают вопросы, а как можно оценить выточную компанию, у которой очень много планов, которые будут расти, там 150% в год, а может быть 200% в год. И соответственно об этом очень сложно говорить о какой-то стоимости. Но тем не менее всегда любая сделка приводит к определенным параметрам. То есть за какие-то проценты акций дают определенное количество денег. И инвестор всегда берет на себя определенные затраты. Кто-нибудь из аудитории проходил эту процедуру переговоров непосредственно с инвестором и заканчивались ли они каким-то результатом. Вот есть, да? Ну тогда вот вы меня понимаете, о чем речь идет. То есть казалось бы, все очень сложно, все непонятно. И здесь очень важна психология. Психология инвестора, психология именно организатора проекта. И как объяснить потенциал проекта, как объяснить свою компетентность, убедить инвестора, что вы компетентны, как понравится инвестору, и что значит понравится инвестору, и как проанализировать риски. Но тезис основной то, что любая сделка она приводит к оценке. И что для стартапа оценка. Пожалуйста, следующий слайд. Вот критерии успеха. Идея должна быть уникальной, иначе просто вас не выберут из этого спектра стартапов. Она должна быть масштабируемой, то есть она должна быть нацелена на определенную потребительскую категорию, аудиторию. Она должна быть большой, и это является сильным ограничением. Продумана модель монетизации, как вы будете зарабатывать деньги. Это все очень беспокоит инвесторов. Естественно, со стороны менеджмента требуется ответственность. То, что вы как раз задавали вопрос, кто проверяет отчетность. Здесь не столько важно, кто проверяет отчетность, сколько чтобы то, что вы пишете, было правдой. И то, что если, допустим, вы терпите убытки, вы говорите, что это убытки, а не капитальные вложения и так далее. Потому что инвестор ожидает, что на первых этапах проект будет убыточный, может быть не пойдет не по плану, но главное, чтобы он понимал, что происходит. Со стороны инвестора понятно, что нужно, чтобы инвестор обладал опытом вечерных инвестиций, опытом в IT-бизнесе и имел долгосрочные планы. Я бы выделил три фактора, которые очень важны для успеха. Это добровольное раскрытие информации, ответственность перед инвестором и прагматизм. То есть стороны должны действовать достаточно прагматично. Если посмотрите на компании, которые выходили на биржу, то можно выделить следующие факторы. Это фактор времени. Нужно вовремя выйти на биржу. Когда следующий мыльный пузырь как раз набирает обороты. Важно, чтобы вы при этом росли понемногу, но каждый год был лучше предыдущего. Рост целевой аудитории, я об этом говорил. Если вы посмотрите, что все успешные компании, они росли за счет своих потребительских аудиторий. В общем-то любой инновационный бизнес в конечном итоге сводится к росту потребительской аудитории. То есть не количество посещений сайта, а потребителя. Кто потребитель ваших услуг. И неоднократно было сказано – высокая квалификация менеджмента. Так что это целая наука, как умение вести переговоры с инвесторами. Подожди, Игорь. Получается это либо высокая квалификация, либо коммуникационные способности. То есть что здесь важнее? Управленческие качества, вижен, предпринимательские какие-то качества? Или здесь получается это что, переговорный какой-то процесс? Просто хорошо уговаривать инвесторов? Нет, конечно, мало просто уговаривать инвесторов. Я думаю, что здесь вопрос, чтобы инвесторы и менеджеры сошлись по основным пунктам. Это они правильно понимали бизнес-план, одинаково понимали бизнес-план. Они правильно вели переговоры друг с другом, во-первых, чтобы они умели работать с потребителями. То есть менеджмент умел работать с потребителями и имели возможность агрессивно продавать свои товары и услуги. То есть все, что касается бизнес-плана, основных пунктов бизнес-плана, менеджмент должен убедить, что они как раз те самые люди, с которыми можно эту идею реализовывать. То есть они должны быть убедительными просто. То есть они должны не только быть носителями хорошей идеи уметь ее реализовывать, но еще и коммуницировать именно в специфическом канале. Потому что инвесторы смотрят не на маркетинговые какие-то составляющие даже в первую очередь. То есть вернее у инвестора немножко другая задача, чем когда мы говорим о маркетинговой составляющей реализации и распространении проекта. Если совсем просто, то инвестор должен понять, что вот этим людям можно доверить деньги. То, что с ними, во-первых, надежно работать, с ними можно доверить деньги. И даже если деньги пропадут, в смысле потеряются, то приобретется какой-то опыт новый. Такое бывает, к сожалению. Я приведу несколько примеров, которые наверняка вы знаете. Это компания Groupon. По сути своей это компания, которая создала модель по машину продаж для малого бизнеса. Как вы думаете, почему именно эта идея была реализована в Америке, а не в России? Да, это вы абсолютно правы. Хотя, с другой стороны, компания Darberry, российская компания, созданная российскими предпринимателями, была создана буквально в марте прошлого года и была в 2010 году продана Groupon. По версии Forbes за 5 миллионов долларов. По-моему, блестящая модель создания клона. Когда есть набирающие обороты бизнес Groupon, и в России создается аналогичный бизнес и потом просто продается американской компанией. Это хороший вопрос на самом деле. Я как раз… это провокационный вопрос, потому что вот этот вопрос риторический. Насколько мы клонируем рынки, либо и насколько мы оригинальны. Потому что если вы посмотрите на наших лидеров, там Яндекс или там социальные сети, то в принципе их потребительская аудитория огромная. То есть они выиграют за счет того, что в России есть огромный класс потребителей контекстной рекламы и контекстного поиска. Но если какие-то новые бизнесы, такие как Groupon или потом следующий пример – это видеопорталы, то здесь мы, к сожалению, не являемся лидерами. И для меня открытый вопрос является, насколько наша инновационная среда способна создавать идеи, которые потом станут номер один в мире. Либо мы обречены в силу того, что наш потребительский рынок значительно меньше, чем в Китае, и значительно меньше, чем в Америке, просто создавать клонов, которые будут, может быть, чем-то лучше, хуже, но… Игорь, я тебя немножко перебью. Просто у нас ужесточенная сегодня была полночь. Игорь, Игорь, одну секунду. Я просто хочу перебить тебя и дать слово. Александр? Спасибо. Извините, что я вас перебиваю, но просто хочется что-то сказать. Скажите. Я Александр, я русский, я живу в Париже. И вообще такое впечатление, что в России нет инновационных людей, что нету талантов, что такое, что русские только могут клонировать вообще. И когда я свой проект показывал инвесторам разным, мне всегда одно и то же говорили, а есть американский аналог, это вопрос только русских инвесторов был. То есть этот вопрос мне никогда в Штатах не задавали. То есть мне никогда не задавали, у вас уникальные идеи, а есть уже аналог. Когда есть уже аналог, никто уже не интересуется в Штатах. А в России наоборот. И поэтому я бы все-таки хотел сказать, что в России очень много талантливых людей, которые в сегодняшний день работают на западные компании. Потому что в России не ценится инновация как инновация. Потому что в России только любят финансировать вещи, которые проверены. То есть риск брать вообще очень мало людей хотят. Поэтому если смотреть на Дарбери, наверняка в России были уже проекты как Дарбери. Просто они никогда не доходили до инвесторов. Потому что инвесторы просто не заинтересованы. Я вот недавно проект сам старался поднять. Потому что у меня всегда были русские программисты. Я всегда работал с русскими. И мне просто друзья говорят, ну а попробуй в России просто со своей идеей, походи по разным инвесторам. Ну и прихожу я к инвесторам, показываю идею. Они мне всегда почти все одно и то же говорят. А где аналог? А если это как бы что-то новое? Не верить. Поэтому я бы все-таки, извините, что я вас перебил, но я бы все-таки хотел сказать, что в России есть люди, которые имеют талант, которые имеют инновации. И проблема не только в этом, что их нет. Проблема в том, что русские инвесторы, они еще, может быть, не готовы или, может быть, даже не верят, что русская компания может чего-то изобрести инновационное, которое в Штатах еще нет. Вы знаете, я с вами категорично не согласен. Ни по одному пункту. Во-первых, в России очень много умных людей и, например, много умных инвесторов. ДСТ, Digital Sky Technology, это, в общем-то, российского происхождения россияне, которые, в общем-то, глобально инвестируют и в Facebook, и в другие глобальные активы. Но вопрос инвесторов в том, о чем. А какой рынок, потребительский рынок, вот то, с чем мы начали. Если рынок в Америке 300 миллионов человек, то есть и там развит малый бизнес, там средний доход очень высокий. Если в Китае 800 миллионов работников, то в России 140 миллионов человек, из них только 60 активного населения, а 30 миллионов – это где-то бюджетники, а средняя зарплата 18 тысяч рублей. То есть инвесторы понимают, и эти цифры у них в голове, они это анализируют. И они прекрасно понимают, и это реальность, экономическая реальность, мы не можем ее отрицать. И поэтому, естественно, что российские компании, интернет-компании, они вынуждены это делать, они вынуждены клонировать чужие идеи, они вынуждены ехать в Калифорнию или в Европу для того, чтобы реализоваться там. Но здесь не в том, что наша вина, а в том, что реальность экономическая именно такая. И она очень долго будет давлять над нами, пока не изменится ситуация. Я думаю, что на самом деле основная история заключается в том, могут ли наступить какие-то изменения. Мы собрались здесь как раз поговорить о том, есть ли какие-то изменения, и может ли сюда приходить больше капитала, соответственно, больше капитала, можем ли мы создать здесь такую инфраструктуру, чтобы стартапам, небольшим компаниям, чтобы они смогли находить язык с инвесторами и привлекать больше денег и выходить на международные рынки, чтобы они приносили свои уникальные идеи, но они сразу росли и делали это не только заотачивая на российский рынок, но и на международный рынок. Я считаю, что это можно и нужно делать. И причем понятно даже, как это делать. Во-первых, необходимо внедрять культуру доверия. Мы потому что очень подозрительно друг к другу все относимся, на самом деле это в российской культуре. И вот элемент доверия – это очень важно между бизнесом, бизнес-инвестором, бизнес-потребителем, в принципе. Потом институт ответственности. Даже когда я слушал Святослава, список этих отчетностей все-таки внушителен. А на самом деле для стартапа нужен просто информационный меморандум начальный. И потом просто пресс-релизы, которые говорят, что действительно компания вот с такими-то результатами, вот такие наши цели, вот это удалось, вот это не удалось. И чтобы ни у кого не возникало недоверия к этому. Потому что если даже эта компания подготовит этот пресс-релиз вместе с советником, который тоже несет репутационную ответственность за это, то больше ничего и не нужно. Не нужно городить огород законодательной базы. Я не верю в то, что это как-то вот какие-то формальные процедуры они могут решить. Потому что все-таки вот инвестиционный процесс – это процесс людей. Это люди принимают решения. Можно я задам вопрос? Я не послышал, сказал какой-то комментарий, пока Игорь говорил. Просто было бы интересно на самом деле, что сказал бы Дмитрий Чурсин. Потому что вы покупаете много проектов. А вот вы как оцениваете проекты, которые вы покупаете? Понятно, у вас есть локальная специфика, но тем не менее вы, наверное, много смотрите проектов. Что вот ты можешь сказать? Мы отсмотрели за три года где-то 500 компаний, наверное, в России. В России вообще всего компаний более-менее заметных около 5000 айтишных. Вот мы посмотрели 500. Из них только с десятью мы сейчас близки к каким-то приобретениям и так далее. Процесс достаточно этапный. В первую очередь он точно такой же, как и когда ты приходишь к инвестору. Тебе смотрят в глаза. И там нет ни пресс-релизов, ничего. Там есть человек. Потому что весь айтишный бизнес – это все команды. И если не нравится сам человек физически, все. Потому что вы не уживетесь. И если ты купил завод, это может юридически тебя как-то оградить, во всех чем он не убежит. А если ты купил просто ООО, ну завтра у тебя останется ООО. Все. И людей не останется. Поэтому в первую очередь смотрят на людей. Дальше есть чисто бухгалтерская процедура. Мы смотрим на компании уже более-менее состоявшиеся. Поэтому мы оцениваем их слова с тем, что есть на самом деле. Мы смотрим бухгалтерию. Чаще всего это русская РСБУ. Никакого МСФО там нет. Мы пересчитываем какие-то модели, которые у нас могли бы получиться с ними и так далее. А в принципе чаще всего люди просто говорят сумму. Нету никаких коэффициентов прибыли и так далее. И вот это очень момент забавный. Нам надо инвесторам перевести, есть такой коэффициент PE. Этот коэффициент это сколько прибыли прошлого года стоит компания сегодня. Очень просто. Человек говорит, я хочу 5 миллионов долларов за компанию. А тебе нужно перевести это вот в эти как раз инвестиционные термины. В принципе чаще всего так. То есть ни о каком PE они не знают. А вот интересные проекты, оригинальные, самобытные проекты в вашем бизнесе. Вот я на самом деле вот к этому хотел сказать. Вот из этих 500 компаний вы видели какие-то компании, которые были бы оригинальными? Что-то отличающееся от стандартной практики, что-то новое? Только в этом собственно и можем мы развиваться. Потому что надо смотреть на пустые рынки достаточно. И примеров множество. Другое дело, что Россия она очень не информатизированная страна. Вот мы занимаемся в большей степени Россией и тут проблем с информатизацией куча. До недавних пор мы не могли получить паспорт через интернет. Мы не могли записать ребенка в детский сад через интернет. Ну ничего мы не могли. Хотя вся Европа это все давно может. Поэтому, к сожалению, пока мы сильно отстаем. Вот мне кажется, что у нас отставание лет десять от Запада. И надо просто нагонять. Тут дело не в клонировании и не в идеях и ни в чем. А просто в том, что этого нет. То есть очень можно, конечно, делать дарбери или еще что-то. Но для начала надо ребенка в детский сад записать. Ребенок есть? Да, у вас вопрос? У меня вот к вам вопрос, Дмитрий. Вот по поводу стартапа я хотел уточнить. Вот говорят идеи, самобытные идеи. Вот вам приносят идею, допустим. Какая гарантия в доверии, что ваша команда не сможет ее реализовать самостоятельно? Очень просто. Мы переросли любые амбиции такого масштаба. То есть, грубо говоря, вот есть команда. Что такое команда? Это то человек, которые заняты full-time. Они чем-то сейчас заняты. Если, грубо говоря, приходит человек и говорит, у меня есть какой-то продукт, который… Вот у вас федеральные клиенты, а у меня вот такой продукт замечательный интернетский. Вы его сейчас добавите к своему, к чему-то, и моя выручка вырастет в сто раз или в десять. Я хочу этим заниматься. Только он может этим заниматься. То есть для того, чтобы мне заняться идея как таковая, она ничего не стоит. Она ничего не стоит. Стоит команда, которая может ее сделать. Потому что идея – это там, не знаю, пять процентов от… Идей – миллион. Но их в мире очень много. То есть важна команда, которая это сделает. А команды у меня нет. И вот пришел человек, который говорит, я хочу. И моя-то как раз задача его мотивировать так, чтобы он смог вместе с нами сделать существенно больше, чем он мог бы отдельно. И тогда получается, что… Спасибо. Спасибо. На самом деле у американцев есть хорошая фраза, что если у идеи нет носителя, то идеи, соответственно, человек, который за нее говорит, то ее и нет. Поэтому принцип, про который Дима сейчас сказал, это что крупные компании, они могут, конечно, все сделать, но им интереснее взять действительно команду, которая… Время, время. Самое главное. Потому что ну все, ты потеряешь два года. Человек был… Он с нуля начинал. Он там копал эту землю. Его надо привлекать. Потеряешь время. Я хотел бы дать слово Дмитрию, потому что Дмитрий хотел… Добрый день. Меня Дмитрий зовут. Я представляю инвестиционную компанию IQ1. Заодно я могу представить еще инвестиционное агентство Startup Index, с которым я тоже не прямые отношения имею, и в нем тесто работаю. И все вопросы, которые мы сейчас обсуждаем, я на практике проходил как со стороны инвестора, так со стороны агента, который стартап пытался привлечь инвестиции. Вот мы говорили, про чему инвестор наши российские аналоги ищет. Был вопрос из зала, а что будет, если бизнес-план не будет выполняться, и нужен ли он вообще. Я бы хотел сказать, что у нас в России определенная ментальность есть, как у инвестора, так и у стартаперов. Ментальность российского инвестора заключается в том, что он не венчурный инвестор. У нас очень мало венчурных инвесторов, которые готовы дать деньги и по сути не следить за ними, не спрашивать, а как они живут, его деньги, спать спокойно ночами и через полгода прийти, быть уверенным, что стартап с этими деньгами не растворился в воздухе, и не потратил их куда-то. Наш инвестор требует отчетности за свои деньги. Он очень сильно переживает, что с этими деньгами творится. Поэтому возникают вопросы. Если есть аналог, значит деньги будут жить. Значит уже история такая повторилась в мире, и ее могут повторить и любой стартапер российский. Не обязательно даже с этим стартапером быть знакомым. Просто видишь, что человек адекватный и аналог просто повторит. Это горизонтальное развитие для поглощения. Значит будет следующий инвестор, который может быть как армада поглотит эту компанию. А стартапы наши, они зачастую продают идею все-таки. Хорошо, если есть у этой идеи голова говорящая, то есть такой спикер, который эту идею может продавать. Еще лучше и очень редко получается в нашей России, когда к этой идее есть план ее реализации. Еще реже, когда этот план выполняется. И поэтому все вопросы, которые мы обсуждаем, они с какой-то стороны исходят из того, что нету целеполагания, несовпадения целей у стартапа и у инвестора. А с другой стороны это безответственность элементарная. Когда стартап… Я не говорю про те случаи, когда человек просто приходит продать свою идею. И когда-то возникает тот случай, который говорил Стас о том, что дайте денег, я получу на свой расчетный счет, и вы с этой идеей сами делаете, что хотите. А я говорю про то, когда человек все-таки командой есть, она и занимается этой идеей. Зачастую получается так, что люди, пообещав одно, считают, что те деньги, которые они получили, они могут потратить на что-то другое. То есть перестроить свои планы, пойти в другую сторону. А наш инвестор, который очень сильно переживает за то, чтобы деньги его жили, развивались в нужную сторону, в ту, которую мы пообещали, не получает обратной реакции. И получение этой информации с проекта зачастую для инвестора очень дорого стоит. Как временных ресурсов, нервов, так, собственно, и просто инфраструктурные. То есть надо людей брать на работу, которые бы эту отчетность снимали. Нужно анализировать эту отчетность, нужно стандарты какие-то придумывать. Поэтому я считаю, что у нас не хватает таких площадок, как IP-борд, которые прошли бы сквозь фильтр. Не хватает, возможно, такой площадки, как стартап-индекс, которая еще не развилась, наверное, очень сильно активно. И я просто призываю всех, кто сидит, кто представляет стартапы здесь, кто вообще для стартапов деньги ищет, в первую очередь определиться с целями, для чего вы деньги ищете. И определиться с тем, что вы деньги только в компанию ищете, а не себе лично. И, собственно, описать эти планы, выполнять их и быть открытыми. Самое главное – открытыми. Если будет открытость от стартапа, то, я думаю, все эти вопросы, которые мы сейчас обсуждаем очень долго, они автоматически снимутся. Такой небольшой комментарий. Спасибо большое, Дмитрий. В силу того, что у нас просто совсем есть… Вопросы? Да, пожалуйста. В принципе, есть, конечно, финансы, и ты понимаешь, через сколько времени с какой прибылью эти деньги вернутся. Но тут важно, что когда мы сейчас что-то приобретаем, то мы смотрим на компании, которые растут в 10 раз, в 5, ну очень существенно. И стоимость вот этого 51%, который мы покупаем на первом этапе, мы никогда не покупаем, потому что нужно, чтобы долго с человеком работать. Стоимость этого 51% может оказаться существенно меньше, чем стоимость оставшихся 49, которые поэтапно, вот там потом, когда-то продаются, да, через несколько лет. 51, да, это очень важный принцип. Если меньше 51, тебе не получится консолидировать по MSFO эти цифры к себе в группу. Если ты купил существенно больше, чем 51, то у человека интерес пропадает. Он становится наемным менеджером. Да, Дим, ну нужно понимать то, что вы покупаете уже все-таки чаще, чаще всего вы не стартапы покупаете, а зрелые бизнесы. Поэтому это если вопрос, исходя из стартаперской логики, то он немножко здесь не актуален. Если говорить о уже существующем, да, там каком-то проекте, с историей, то тогда да. Я бы предоставил слово, может быть, Александру, который бы сказал на эту тему 2-3 идеи. Ну, значит, оценка для инвестора совсем. Инвестор хочет платить чем меньше, чем возможно. Значит, если вы приходите к инвестору и спрашиваете, а сколько моя оценка, и вы сами еще не сформировали, вы получите минимальную оценку. Значит, для инвестора что самое главное? Кто вы? Значит, что за коллектив? Не просто описание количества людей, а коллектив должен иметь все знания, чтобы план или идею, которую вы предлагаете, чтобы ее сделать. Потому что если вы имеете очень сильных людей, но эти люди не могут эту идею сделать, продукт, у вас оценка будет ноль. А просто идею приносить, идея, это тоже ноль. Когда если бы я пришел к инвестору, ну, который, американская компания, которая в нас внесла деньги, и сказал просто, знаешь, Фред, у меня вот идея. И он бы мне сказал, ну, хорошо, давай поужинаем, поговорим о идее, все. А в конце концов, идея-то ноль. Я когда приходил к инвестору, я говорил, так, у меня идея, у меня прототип, и у меня план, и при этом к этому плану у меня есть еще целая команда. И в этой команде каждый человек, он как бы одно из винов, чтобы сделать эту идею. И тогда я решал оценку. Конечно, вы не можете сказать, так, у меня еще ничего нет, моя оценка 10 миллионов, или 20 миллионов, 30 миллионов. Нет, надо к этому подходить прагматически. Но вы должны сами уже руководить этим процессом, а не давать слово просто инвестору. Потому что если вы спрашиваете у инвестора, а сколько мы стоим? Ну, естественно, минимально. Саша, а вы как раз сейчас только что тоже привлекли финансирование, закончили прототипирование, и вышли на следующий этап, правильно? Да, естественно. Два слова просто. Сколько вы отдали за акционерного капитала на первом этапе и на втором этапе? Мы отдали 15%. За прототип? Нет, у нас даже прототип еще не было. Потому что у меня опыт есть, и все-таки в России нет, но на Западе меня знают, и поэтому у меня есть опыт, и люди, которые уже строят, и при этом идея, конечно, уникальная, потому что я не верю в клоны, я их ненавижу. Поэтому извините. То есть вы, там, у вас второй раунд это был 500 тысяч долларов, это пресид. Это просто прототип, то есть идеи есть, мы план имеем, это как бы пресид стейдж. Ну, как бы сид стейдж. Окей, спасибо. Я еще хотел бы Дмитрию дать слово, потому что у него, очевидно, есть опыт в этой серии. Да, в оценке богатый опыт. Вот я хотел бы просто напомнить или рассказать, да, кто не знает, что есть три подхода к оценке. Это подход доходный, DCF, его по-разному называют. Когда компанию оценивают по будущим денежным потокам, то есть сколько денег освободится в компании для инвестора. Что он с ними сделает, реинвестирует, либо вытащит в виде дивидендов, неважно. Это первый способ оценки. Он возможен только тогда, когда доходный подход может быть основан на каком-то плане, который основывается на ретроспективе. Зачастую стартапов этого нет. И просто какие-то хотелки, мечтания инвестор не воспринимает и не может принимать этот метод. Второй метод сравнительный, наиболее употребимый, когда берут какой-то натуральный показатель, в том числе финансовый, прибыль, доход, выручку за год, умножают на какой-то мультипликатор, который по отрасли сформировался, на основе других сделок купли-продажи. В этом случае он наиболее употребимый, потому что наиболее простой. Но зачастую проект, который находится с уникальной идеей, о которых Александр говорит, это сферический конь в вакууме. У него нет аналогов. У него нет базы, с которым его привязать можно. Соответственно, нет мультипликатора среднеотрасливого. Непонятно тоже, как его оценивать. Есть затратный подход, когда мы оцениваем не с точки зрения, сколько уже потратили на производство этого стартапа, а сколько инвестор бы, как неискушенный пользователь, потратил бы на повторение того же самого. Но это совершенно глупый разговор в отношении стартапов, о которых мы говорим, потому что это уникальные вещи, а уникальные они только в людях. Потому что только эта команда может это реализовать, никто иной. Поэтому это вообще тоже подход неприменим. И мы приходим к тому, что зачастую ни один из классических трех подходов применить нельзя. В этом случае стоит вопрос, а сколько же стоит эта компания? По-разному подходим. Я, например, для себя наиболее употребимый способ думаю, это сколько денег нужно компании для того, чтобы развиваться. Сколько мне как инвестору надо влить в эту компанию, чтобы она развелась до какого-то следующего этапа, до следующего этапа финансирования. Вот это такое по практике. Я прошу просто вопросы задать, может быть, поэтому… А у нас был один вопрос, собственно. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Дмитрий, компания «Молодежь». А мне такого еще раз хотелось бы уточнить по поводу эффективности оценки проекта. То есть, например, проект, понятно, может развиваться. Через какое-то время он понимает, что среда, где он развивается, он просто не может так купить его. Он хочет привлечь деньги. Ну как бы как вы это, грубо говоря, оцените? Первый вопрос. И второе. Насколько по-вашему перспективно развитие микрокредитов? То есть, какие-то представления, небольшие совсем оборотные средства для какого-то проекта? Спасибо. По первой части вопрос, что я могу сказать. Если проект развивался, значит, у него есть уже за плечами какое-то выполнение финансового плана. На этой основе можно построить будущее, картинку будущего. То есть доходный подход, наиболее в этом случае будет подходить. Можно? Ну, например, допустим, грубо говоря, в каком-нибудь городе есть интернет-магазин. Он продает, ну, не знаю, вещи какие-то. Через какое-то время они понимают, через два года, что, ну, вот вещей покупать больше не будут. Это они понимают, потому что они работают в данном сегменте. Как с вашей стороны вы сможете это оценить? То есть, ну, понятно, отчет прибылях-убытках, да, а вот дальше. Дальше. Ну, вот по интернет-магазину, да, который достиг своего потолка в определенном городе. Что это за история? Я тут буду рассуждать, если даже как оценщик, все-таки как инвестор, в первую очередь, что я с этим интернет-магазином сделаю? Вообще в интернет-магазинах уже сложилась определенная норма доходности. То есть это уже насыщенный рынок. Там есть определенная норма доходности, поэтому можно сравнительным подходом подходить по объему вашего продаж. Это самый элементарный способ. А дальше я еще подумаю, как инвестор, а что дальше с этим буду делать? Прежде чем купить, мне надо подумать, куда я продам все это. А интернет-магазин в маленьком городе я могу продать, ну, наверное, большому федеральному игроку какому-то, да, интернет-ритейлу и так далее. Ну и с этой точки уже зрения выберу более подходящий подход. И возвращаясь все-таки про за плечами, если есть опыт, да. Очень важно, опыт за плечами подтвержден выполнением бизнес-планов, которые каким-то образом где-то засветились. В этом плане очень полезна площадка, где можно во времени посмотреть, какие планы ставились и как они выполнялись. То есть посмотреть, насколько вот этот гэп между обещанием и исполнением происходит. И по микрокредитам, да, я бы хотел сказать. Ну что, микрокредит, обеспечение нужно под микрокредит. Свою машину заложите, ради бога, я думаю, инструмент работать будет. Ну, насколько, как вы думаете, мог бы этот бизнес развиваться у нас в России? Да он развивается. Приходите в банк, закладывайте свои личные имущества как учредитель. Вам дадут кредит. Я прошу прощения, у нас просто это лежит за рамками нашей секции. Мы говорим не о банковских инструментах, а все-таки о привлечении долгосрочного инвестирования. И все то, что мы уже практически заканчиваем. Подождите, пожалуйста, я просто хотел, чтобы два спикера высказались еще по этой тематике, а потом я задам слово. Давайте, может быть, Игорь Бондаренко скажет поэтому. Мне просто есть слайд, который показывает, какие сектора интернета, как оценивается. Вот если вы покажете мою презентацию, то на самом деле… Основная мысль очень простая, что сейчас так сложилось, что все сектора интернет-бизнеса, они оцениваются с определенными мультипликаторами, применяют сравнительный метод. И вот прежде чем вы начинаете какое-то предприятие, можно посмотреть, как потенциально в данном моменте этот бизнес у вас будет оцениваться. В моей презентации есть просто разные сектора интернета и как вот мультипликатор enterprise value и беда, он как работает для разных секторов интернета. В принципе, это очень полезно для того, чтобы как-то планировать свою стоимость. Ну хорошо, у нас в любом случае презентации будут лежать потом на сайте Рифа. Я хотел еще… Я так понял, что еще Александр был. Да, пожалуйста. Вы знаете, если у вас магазин есть сегодня, который имеет оборот, и вы знаете, что через два года или через год эти продукты, которые вы продаете, не будет продаваться, самое главное в вашей оценке – это ваша аудитория. Если вы знаете, кто эта аудитория, сколько они зарабатывают, какие продукты они будут покупать, это вы спросили насчет электронной коммерции, так ведь? Это самая главная оценка. Если вы имеете эту аудиторию, и вы знаете, что они могут купить, тогда вы без проблем можете переориентироваться на другой продукт или даже эту аудиторию продать. Вот и все. Вот что я хотел сказать. Хорошо, спасибо. У вас был вопрос? Да. Работает? Холмов Евгений, фирма «Игра». А вот у меня вопрос не к спикерам, а вот к участникам. Позвольте задать. Здесь были господа, которые себя причислили к стартаперам. Можете еще раз руку, пожалуйста, поднять? Кто вот стартапер суббом. Вот у меня вопрос. А вот вы действительно готовы за 51% ваших активов привлечь инвестиционный капитал? Да, но вопрос немножко неправомерный, потому что мы говорили о том, как крупная компания приобретает за 51% существующие крупные бизнесы или средние бизнесы. А если представьте, что ваша фирма уже динамично развивается. И вот вам потребовался капитал. Вот вы за 51% готовы будете привлечь инвесторов? О, ну, о, ага. Давайте в микрофон. Если так, конкретный кейс. Я своему товарищу написал, он финансист, я написал ему предложение стать инвестором проекта, предложил 25%, на что получил в ответ email с тремя, буквально три слова, что новый бизнес, 25% никогда. Ну что-то так он написал. Это нереально. То есть он тоже рассматривал этот вариант как 51% вхождения в такой бизнес, чтобы контролировать его в качестве инвестора. Мы привлекли, можно сказать, это был рисковый инвестор, венчурный инвестор, который захотел вложить деньги в такой проект. Но тем не менее это получилось. Но это, наверное, разовая, это может быть нетипичная сделка. Вопрос представителя армады. Все-таки какой индекс ПИЭТа вы применяете? Какой вам вас интересует? Потому что мы уже давно прошли этап стартапа, и мы уже, так сказать, с продуктом на рынке. Но тем не менее, какой индекс ПИЭТ вам интересен? Спасибо. ПИЭТа напомнит к прибыли. Мы смотрим на компании с определенными параметрами. И вот к этим компаниям применяется… Сейчас то, что я скажу. Значит, мы смотрим на компании софтверные. То есть это чистые услуги без продажи железа и чего бы то ни было еще. Во-вторых, рентабельность должна быть выше, чем у группы. То есть когда мы будем докупать, чтобы у нас наша рентабельность общая тоже росла. Ну здесь речь о том, что это должна быть по чистой прибыли процентов 10 по русской бухгалтерии. И выше. Это как бы планка. То есть меньше нельзя, больше можно. Компания должна расти на процентов 20-30 в год. Тогда это 7-8 ПИЭ. Это вот в этом году. Ну сейчас так. Раньше в 2007 году мы делали сделки. Мы сделали 4 сделки по 5,5. Это был седьмой год. Сейчас цены подросли немножко, но еще не настолько существенно, как на Западе. А сама Армада при этом торгуется по существенно большему ПИЭ. И вот это один из очень интересных моментов. То есть Армада торгуется по 15 ПИЭ, а покупает по 7-8. И по 7-8 никто продавать не соглашается. То есть просто так финансовый инвестор, когда он придет и попросит у вас купить, не продавайте по 7-8, потому что это дешево. Армада отличается от финансового инвестора тем, что она, допустим, дает этому проекту выход на федеральный уровень у своих клиентов. И он понимает, что просто завтра, ну через год, выручка вырастет в два раза. И даже сейчас, продав этот 50% он в следующем году будет иметь те же деньги, плюс он что-то получил. То есть тут вопрос синергии. Поэтому я этот пример привел для того, чтобы показать, что все случаи очень разные. То есть вот я сказал сейчас, допустим, 7-8 ПИЭ и такой коэффициент роста, там 25-30%. Если он больше, то можно быть и 10. Но это применимо к тому, что Армада вместе хочет увеличение собственных каких-то показателей, да, и синергии по клиентам и так далее. В каждом случае будет своя оценка на торговаться. Хорошо, у нас был следующий вопрос. Короткий вопрос. Насколько Армада вообще стратегически ориентируется и будет зависима от госзаказа, скажем так, от госзаказчиков в целом? Ну это очень популярный вопрос. Его задают практически все. Просто я поясню, почему. Возможно для компаний, которых покупаете, ну Армада планирует, для них это тоже как бы важно. С кем они в будущем будут работать и вообще стратегически как это? Ну в России сейчас государство занимает 30% IT рынка. и Минкомсвязь, ну и государственное различное ведомство, они ведут сейчас очень существенную политику. Была эра железа, сейчас эра софта. Построили все телекомы, все это есть, теперь нужно делать много-много софта. Поэтому государство, это хороший заказчик, так было в Индии 10 лет назад, 5, 7, 8, когда государство давало сильный плеск денег в IT. И вот как раз делают все эти проекты, госуслуги и так далее, и так далее. Поэтому государство, это надежный заказчик, оно надежно платит, оно делает сейчас множество проектов, есть у каждого ведомства свои проекты, и так далее. То есть в принципе государство, это не один заказчик, а даже у нас их 300, вот за год, за прошлый, по государству. Это регионы и так далее. У нас 70% выручки от государства, и когда мы смотрим на какие-то проекты, да, конечно, желательно, чтобы они были комплементарны, то есть это можно было продать федеральным заказчикам, это сейчас было бы нужно. Чаще всего это какие-то социальные сервисы, да, и так далее. Вопрос про то, будет ли стратегически долго государство заказчикам. По истории в той же Индии и везде, 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 оно 30% лет 10, потом оно снижается до 10-15%. Вот к этому времени надо уже прийти к существенной доле коммерческих заказов. Хорошо, спасибо, Дим. Следующий вопрос. Представьтесь, пожалуйста. Андрей Рыцкин, Пенза. Александр, вопрос. Вы говорите, в провинции, если не работает интернет-магазин, надо продавать аудиторию, да? Нет, набирать аудиторию. Нет, я говорю, если у вас магазин не работает или вы выбрали не тот бизнес, это, извините, я просто говорю, если вы имеете сегодня магазин и у вас есть оборот, и вы недовольны или вы знаете, что появится конкурент, или вы хотите продать, какой у вас выход есть? Вы должны знать свою аудиторию. Вот что я имею в виду. А если с самого начала набираешь аудиторию? Я здесь много слышал про оценку стартапа. И вот очень много слышал про вот бухгалтерию, вот все, вот оборот. Стартапы на западе, я даже о бизнес-плане еще со своими инвесторами не разговаривал. То есть мы знаем, что у нас будет бизнес-план, мы знаем, что у нас будет оборот, естественно. Мы говорим о трекшине, то есть о росте, то есть есть продукт, есть на этот продукт спрос, естественно. Но надо знать, что у вас должен быть продукт, должен быть спрос, должна быть аудитория, которая готова этот продукт купить, и тогда вы должны аудиторию эту взять. Вот. И если у вас аудитория есть, это уже огромный, это уже хорошо. То есть набирать аудиторию надо? Это зависит от вашего бизнеса, естественно. Если вы имеете e-commerce сайт, тогда смысл аудиторию набирать никакого нет, если у вас оборота нет. То есть набирать аудиторию, набирать оборот и зарабатывать достаточно денег, чтобы повышать стоимость компании. Зависит от бизнеса. Хорошо, спасибо. Есть какие-нибудь еще завершающие вопросы, потому что мы подошли к концу нашего мероприятия. Последний шанс. Только, пожалуйста, не про госсектор. Извините, я простыл. Во Франции ситуация с уникальными стартапами, вот вы просто прокомментировали, что вы ненавидите неуникальные стартапы, она другая во Франции. Нет, я не смотрю на Францию, я просто живу в Париже. Я смотрю на Штаты. И поэтому почему в Штатах очень много уникальных стартапов… Вот известно, а именно во Франции вы все равно, может, как-то так вокруг смотрите, видно, там есть уникальные стартапы. Или получается, что такая картина, что уникальные стартапы только в США. Вы знаете, я думаю, что я получил первого как бы партнера во Франции, потом инвестицию в Штатах. И если ты не получаешь деньги, тогда даже если ты инновационный, уникальный, ты все равно не выйдешь на рынок. И поэтому если мы получаем деньги в Штатах, значит мы, естественно, американская компания. Все. И поэтому большинство уникальных продуктов, они делаются в Штатах сейчас. Хорошо. Спасибо большое. Я хочу все-таки вернуться. У нас так текция перетекла. Сначала мы начали про биржевые инструменты и про то, что происходит. Святослав рассказывал при бирже проектов. А потом мы ушли так очень активно в стартаперскую аудиторию и прям вот пошло полное оживление. Ну это понятно, исходя из специфики рифа. Я бы, наверное, заключительное слово дал бы Геннадию, который в силу того, что все-таки секция проходит под эгидой ММВБ. И была, собственно, одна из идей того, чтобы ММВБ пришла бы сюда и даже чуть ли не сколыбели, может быть, воспитывала, образовывала стартапы, компании, но и в том числе и зрелой компании, какие критерии, какие принципы необходимы для построения бизнеса, как необходимо коммуницировать с инвесторами, как раскрывать информацию, и как нужно необходимо соответствовать тем или иным принципам ММВБ. Я хотел бы предоставить слово Геннадию, чтобы он какие-то заключительные слова сказал. Спасибо. Слышно, да? Возьмите мой, мне будет где-то будет помощь. Спасибо, Игорь. На самом деле очень интересная и полезная дискуссия. То есть мое присутствие, оно здесь вполне закономерно, хотя вроде бы биржа работает с компаниями публичными или околопубличными, но для нас, Игорь правильно сказал, нужно, мы поняли, что нужно работать с колыбели, что говорится, да, для того, чтобы получить в будущем серьезный поток и приток, нужно уже сейчас начинать работать с компаниями молодыми. И вот вначале нам казалось, что мы будем работать с такими, которые там через год, через два дозреют, потом мы поняли, что можно там еще там отступать, совсем уже там в молодость, в детство, вплоть до колыбели. Хотя понятно, что биржа сама не бегает за стартапами, для этого есть свои инструменты, поэтому мы пригрели при себе вот этот информационный борт. В каком-то смысле это тоже проект биржи, который работает с более молодыми, ну может быть и не совсем стартапами, но с какими-то там более продвинутыми непубличными компаниями. Вот, то есть для нас важно, чтобы все-таки вот эта цепочка, инновационный лифт пресловутый заработал, и тогда вот если мы просто будем сидеть через два-три года, этот поток просто обмелеет, вот эти наши голубые фишки, ну сегодня они там есть, завтра там может быть их и не будет, они перестанут нас кормить, а нам нужно, чтобы вот эти голубые фишки, они появлялись снова и снова. Вот, собственно говоря, такова мотивация. Вот, спасибо большое за то, что пришли. Мы всегда ждем вас на ММВБ в разных обличиях и проявлениях в виде вот основной площадки для тех, кто уже созрел. Причем можно начинать разговоры достаточно заранее, чтобы хорошо подготовиться к выходу на публичный рынок. Мы ждем вас и в обличии информационного борда, это вот к Станиславу Седову обращайтесь. Вы можете обращаться ко всем нашим партнерам, уполномоченным консультантам, листинговым агентам, таким как Игорь, такой яркий представитель тут сидит. Вот, и деваться вам некуда. Я думаю, что рано или поздно вы придете к нам, и мы из вас сделаем голубую фишку. Спасибо. Я напомню то, что… Спасибо большое, Геннадий. Я напомню то, что вы можете, если у вас есть еще какие-то дополнительные вопросы к спикерам, во-первых, у нас будут доклады вывешены на сайте РИФа, там в разделе секции. И второй момент, вы можете еще какие-то дополнительные вопросы, если у вас возникли, задать всем спикерам на фейсбуке. И, собственно говоря, я вас призываю активно на страничку ММВБ в фейсбуке. Вы можете там задавать, регистрироваться, какие-то вещи. Есть еще аналогичное… Сообщество рынка, инновации, инвестиции. Да, и аналогичный проект есть на твиттере. Но призываю именно для такой полноценной дискуссии приходить на фейсбук. Поэтому, пожалуйста, по итогам ближайших дней мы будем активно мониторить. У нас пока, в том числе у нас и приглашенные есть спикеры из рубежа. Так и здесь все пока собрались в Москве. Поэтому мы там обеспечим некую горячую поддержку. Прошу любить и жаловать тогда. Чтобы наш диалог с вами не заканчивался. Спасибо вам большое, что вы все пришли и посетили. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...